МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Слияние инноваций, практики и образования. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов посетил областной аллергологический центр. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Чем новый алфавит превосходит предыдущие варианты? В экономическом университете состоялся круглый стол с участием именитых ученых, журналистов и профессоров. В чем особенность проекта нового административного процедурно-процессуального кодекса? На вопросы карагандинцев ответила вице-министр юстиции Наталья Пан. Обо всем более подробно. Слияние инноваций, практики и образования. В Караганде открылся областной аллергологический центр. Данный проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Строительство центра и его оснащение было осуществлено за счет инвестиций компании «Олимп Медикал Групп». Это более 500 миллионов тенге. Медицинский центр посетил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. В течение 20 минут пациент у нас сидит. По истечению 20 минут мы вытираем ваткой, смоченной водичкой, и отправляем пациентов в врачу. Врач оценивает результаты и уже дает заключение. Каждый третий житель Казахстана страдает от какой-либо аллергии. Тем более в индустриальном сердце страны, коим является Карагандинская область, с обилием крупных промышленных предприятий. Открытие серьезного научно-медицинского аллергологического центра в шахтерской столице было лишь вопросом времени. Мы постарались в нашем центре централизованно организовать работу аллергологической службы. То есть с момента, когда пациент приходит, мы проводим полную диагностику именно аллергологического профиля. При необходимости консультации врачей смежных специальностей проводим такую диагностику. И, соответственно, при необходимости лечим в условиях дневного стационара. В новом центре будет осуществляться диагностика аллергологических заболеваний на ранних этапах, а также лечения. В центре работают врачи-аллергологи для детей и взрослых. Представлены специалисты смежных специальностей – пульмонологи, гинекологи, дерматовенерологи и другие. С работой центра ознакомился Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. На данный момент действительно уникальность этого центра говорит о том, что мы сконцентрировали в работе данного центра самых знаменитых аллергологов в области. Здесь же базируется кафедра аллергологии и иммунологии Карагандинского государственного медицинского университета. Запланировано проведение научных исследований, в частности, в отношении иммунодефицитных состояний. В центре говорят о слиянии инноваций, практики и образования. Кроме того, на базе этого центра планируется проведение специфической осид-терапии, позволяющей полностью избавиться от аллергических проявлений, без применения каких-нибудь медикаментозных средств. Препараты, которые готовятся индивидуально, состоят они из компонентов аллергенов, которые обычно вызывают у довольного пациента проявление аллергии. Эти же препараты вводятся дробно в повышающую дозу для того, чтобы снизить реактивность организма и добиться стойкой ремиссии на длительные-длительные годы. Все услуги в центре платные, но предусмотрен и государственный заказ. В каждой поликлинике, которая называется организацией ПМСП, имеются средства на оказание всех видов консультативно-диагностических услуг. В том числе больные, которые будут нуждаться в консультации аллергологов, будут направлены участковыми врачами, врачами общей практики на консультацию именно в этот центр. Соответственно, за каждую консультацию организация ПМСП будет оплачивать центру за оказанные виды услуги. Специалисты уверены, что открытие специализированного аллергологического центра значительно улучшит ситуацию в области предоставления медицинской помощи населению Карагандинского региона. Кроме того, в будущем планируется сделать центр не только областным, но и межрегиональным. А это значит, что жители других регионов Казахстана получат возможность воспользоваться услугами аллергологического центра. Андрей Дэн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. Чем новый алфавит превосходит предыдущие варианты? В экономическом университете состоялся круглый стол с участием именитых ученых, журналистов и профессоров. Участники круглого стола обсудили особенности нового алфавита казахского языка на основе латинской графики. Прошло всего два дня с тех пор, как президент утвердил новый алфавит, а в образовательных учреждениях уже начались обсуждения. Карагандинский экономический университет стал одним из первых вузов региона, в котором состоялся круглый стол с участием ученых, преподавателей и студентов. Каждый из присутствовавших выразил свою точку зрения касательно вопроса внедрения алфавита в народные массы. Доктор филологических наук Шара Мажетаева отмечает, по сравнению с предыдущими версиями новый вариант алфавита удобен в использовании, однако и в нем присутствуют свои сложности. А вот последнее более-менее нам подходит, кажется. И то, мне кажется, это не окончательный вариант, потому что там все-таки некоторые, вот есть нюансы, допустим, и, и краткие, и потом «э» казахское. Там отмечено, графически, конечно, потом будут путаться, допустим, заглавное «э» или «и» писать и будут думать и «не» или «не», и «ни». Будут читать, что ли, вот не казахоязычные, например, русскоязычные, они могут читать и «ни», например, да? Если у граждан более зрелого возраста и имеется доля скепсицизма по поводу латинизации, то молодое поколение поддерживает эти изменения и не видит трудностей в переходе с кириллицы на латиницу. Переход на латиницу – это не трудно, потому что мы уже изучали английский язык, и это уже похоже чем-то. Но это уже облегчает нам, как писать английский язык, и в последние дни мы можем это уже использовать на практике. В ходе круглого стола участники отметили, что с переходом на латинскую графику мы сможем перенять богатое литературное наследие зарубежных стран. Но главное достоинство нового алфавита состоит в том, что латиница станет своеобразным мостом между диаспорами казахов. Крупнейшей по численности диаспори, располагающейся в Поднебесной, непонятно кириллица, а казахи проживут и проживающие в Азербайджане давно перешли на латиницу. Ученые уверяют, единый алфавит сможет вновь сплотить братские и тюркские народы. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Как в Казахстане планируют бороться с нехваткой адвокатов? И в чем особенности нового проекта Административного процедурно-процессуального кодекса? Эти и многие другие вопросы обсудили на совещании с участием вице-министра юстиции Натальи Пан. На совещании, посвященном разъяснению основных положений послания президента вице-министра юстиции Наталья Пан затронула вопросы первостепенной важности решения. В Казахстане ощущается острая нехватка адвокатов. Если в нашей стране на одного адвоката приходится 4000 граждан, то за рубежом этот показатель колеблется в районе 2500 человек. Чтобы решить данную проблему, был разработан законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи. Однако время вступления законопроекта в силу остается неизвестным. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в мажористе парламента. Идет активное обсуждение. Рабочие группы работают над нормами закона. Я думаю, если все в порядке будет, то может быть до конца сессии. Но здесь гарантировать никто не может. Это парламент. Это депутаты. И здесь уже все зависит от них. Насколько будут вопросы, насколько Минюст, разработчик сможет ответить на поставленные ими вопросы. Также вице-министр юстиции рассказала ей о разработке нового проекта административного процедурно-процессуального кодекса, который позволит эффективно разряжать споры между гражданинами и государством. Это будет совершенно новый кодекс, который будет направлен на то, чтобы гражданин не оставался один на один с государственным аппаратом. То есть, допустим, если права ваши нарушены, вы приобрели земельный участок, но на этом земельном участке проходит дорога. А вы не рассчитывали, что эта дорога будет проходить, вы подаете в суд на Акимат, насколько ваши права здесь ущемлены. Вы же рассчитывали там какие-то свои планы. А здесь Акимат нарушил ваши права. Насколько нарушено, нарушено ли вообще, будет разбираться суд. И здесь административный процедурный процессуальный кодекс, он будет с самого начала вести ваше дело до самого конца, когда будет уже судебное решение вынесено. После разъяснения основных положений послания президента, вице-министр и руководитель департамента юстиции Карагандинской области ответили на вопросы присутствовавших. Участников совещания особенно волновал вопрос о цифровизации и ее последствиях. У нас в Карагарде уже в административном суде рассматривают материалы в электронном варианте, не привозя ни к никому. Вот в связи с этим подседание. Будут ли достигнуты, не потеряем ли мы воспитательные цели при таком, что переходим на рассмотрение в системе онлайн. Руководитель департамента юстиции заявил, что воспитательная составляющая уже потеряна. Если первый вопрос руководителю департамента юстиции был вполне понятен, то следующий его непременно смутил. Вот у начальника департамента юстиции Карагандинской области, я об этом опубликовала в фейсбуке, огромный портрет министра юстиции. Скажите, пожалуйста, насколько это этично? У меня всего два вопроса. Спасибо большое. Асхат Жусупов постарался оправдаться. Во всем здании портрет всего лишь один, отметил руководитель департамента юстиции. Запасите, это единственный портрет. Единственный портрет. Мы же не разрешили портреты, чтобы попасть в регионе. Причем президент один, сразу министр. После череды вопросов руководитель департамента юстиции и вице-министр обозначили ряд задач, поставленных на 2018 год. Осуществление данных задач позволит увеличить доступность юридических услуг для населения страны. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Благотворительная ярмарка превратилась в красочный веселый праздник. На факультете иностранных языков Каргу собирают деньги для дома малютки Шапогат. В ходе мероприятия звучали зажигательные песни, а сотни студентов развлекали гостей интересными играми и постановками. Сегодня в Карагандинском государственном университете имени имени Арстанвича Букетова залит и вправду необыкновенная атмосфера. Сотни студентов объединили, чтобы сделать добро для детей из дома малютки Шапогат. Каждый из студентов внес свою лепту. Кто-то плетет косы, кто-то организовывает игры, а другие вовсе развлекают гостей музыкальными номерами. На один день корпус факультета иностранных языков превратился в лабиринт праздника. За каждым углом гостей ждали театр, представления акробатов, студии красоты, художники, аукционы и множество развлекательных игр. Все это происходило по звуке песен. Весело и красиво. Декан факультета иностранных языков Бахутгульжет Пузбаева рассказывает, благотворительная ярмарка впервые проходит в подобном формате. Подарить праздник детям из дома ребенка Шапогат. Студенты отмечают, каждый из них с удовольствием принялся за организацию благотворительного мероприятия. Когда нам впервые предложили провести такое мероприятие, все студенты были согласны, все хотели участвовать и все приложили свои усилия, чтобы это мероприятие прошло на хорошем уровне и таком масштабном. Не остались стороне и студенты по обмену из Китая. Они организовали уголок китайской культуры, где каждый желающий мог научиться делать оригами и писать иероглифы. Иностранные студенты отмечают, мероприятие очень значимо для них, ведь это возможность помочь другим. Да, 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 нам очень нравится. Это очень замечательное и значительное дело, чтобы мы можем другими детьми, мы можем им помочь. Это очень хорошее. Весенняя пора для студентов Карагандинского государственного университета начнется с похода в дом ребенка Шапогат. Вырученные на ярмарке средства пойдут на покупку игрушек, канцелярских товаров и учебных пособий. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Студенты и преподаватели Карагандинского областного высшего сестринского колледжа стали победителями конкурсов профессионального мастерства. 21 февраля в стенах колледжа состоялось чествование победителей. Студентка четвертого курса Ирина Солошенко заняла призовое второе место в международном конкурсе. 16 февраля в Кустанай собрались 11 участников конкурса профессионального мастерства из Казахстана и России. Называлось состязание «Лучший знаток сестринского дела». Мероприятие состояло из трех этапов. Визитка, практические навыки и действия в экстремальных ситуациях. «Мне очень понравилось, я очень благодарна нашим преподавателям, которые готовили меня. Я очень рада, что выбрали именно меня на этот конкурс. Я всеми своими силами пыталась готовиться к этому конкурсу и мы общими усилиями заняли второе место». Стоит отметить, что Ирина Солошенко на особом счету у преподавателей колледжа. Проявляя особое усердие в учебе, Ирина намерена продолжить обучение. «Наша студентка в течение четырех учебных года занималась отлично, принимала участие в волонтерской работе, в исследовательской работе колледжа. И на конкурсе она показала хорошие знания, умения и навыки практических манипуляций». Отличные результаты на конкурсах показывают не только студенты, но и преподаватели колледжа. Гульмира Калиева в Алматы продемонстрировала высокий уровень владения профессиональными навыками, заняв второе место. В этот день также были отмечены преподаватели Карагандинского колледжа, чьи методические работы были признаны лучшими по итогам республиканского конкурса. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские полицейские провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». С помощью специальной информационной системы «Автоураган» стражи порядка выявляли водителей, уклоняющихся от оплаты штрафов. Сколько бы вы не оттягивали оплату штрафов, расстаться с деньгами все равно придется. На улицах Караганды вновь появился мобильный информационный центр «Автоураган». А это значит, что ни один должник на дороге не останется без внимания. Стражи порядка провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие. «Мною было изъято две машины, водворены в штрафстоянку и были выручены должникам уведомления об оплате данных штрафов. Должники обязались выплатить данные штрафы и, соответственно, уже машины будут выданы после оплаты. Чтобы в дальнейшем избегать таких неприятных гражданам ситуации, никто не застрахован от этого, от нарушения. Если вы нарушили, согласно законодательству, я посоветую в семидневный срок оплатить данные правонарушения. Если вы упускаете по каким-то причинам добровольная оплата административных правонарушений, 30 дней, уложиться в эти сроки и данная ситуация никого не коснется». За четыре дня судебным исполнителям удалось вручить уведомление на общую сумму штрафов более 15 миллионов тенге. Организаторы отмечают, что мероприятие нацелено на привлечение правонарушителей к ответственности за неуплату штрафов. Административная полиция УВД Караганды также напоминает жителям города, что каждый может проверить, есть ли у него неоплаченные административные штрафы, обратившись в отдел полиции по месту жительства или в Центр обслуживания населения. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около ста спортсменов приняли участие в соревнованиях по жиму лёжа и народному жиму. Состязания прошли под эгидой Всемирной Федерации Пауэрлифтинга. Жим! Стойте! Пауэрлифтинг в последнее время находит всё больше поклонников среди жителей Казахстана. Если в прошлом году в этом турнире приняло участие около 30 спортсменов, то в этот раз в Караганде собрались 97 участников. Из них 64 являются обладателями уникальных медалей. Обширна и география спортсменов. Это Караганда, Тимиртау, Астана и Алматы. Традиционное соревнование проводится в честь вывода советских войск из Афганистана. Вот и мы сегодня будем поставить рекорды, жать именно в честь и в память их. Спасибо им огромное за и героизм, и низкий поклон, конечно. А юным спортсменам хочется сегодня пожелать, чтобы сегодня были большие веса. Самое главное было меньше травм, а лучше вообще, чтобы их не было. И дружным коллективом Караганда, Тимиртау и Алматы приехала в гость. Я думаю, что сегодня будет очень мощная зарубая, прекрасная битва, вот такие битвы, они должны быть. Стоит отметить, что ожидания организаторов оправдались. Не только титулованные спортсмены, но и новички показали отличные результаты. Наиболее отличившиеся участники были награждены медалями и грамотами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансо Волстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова